всем привет я ж теперь знаменита так вот вы че еще не подписаны? я не поняла, вы посмотрели вчерашний выпуск новостей и до сих пор не подписались? не, я сижу, жду как бы давайте, быстрее, быстрее не, ну, ну мне долго ждать? да, вот такая вот фигня происходит я вообще никогда не думала, что такое может быть хотя, че тут не думать любая передача, даже любой из блогеров всегда берет какую-то информацию у других блогеров и это нормально у меня есть здесь пару вопросов, которые мне писали тема у нас сегодня обсуждение моей популярности так как меня показали на первом канале причем против моей воли как бы я не плакала я не уничтожена, да, этим выпуском но у меня смешанные чувства как я отношусь к этому? чувствую ли я себя звездой? вы серьезно? каким образом я должна себя почувствовать звездой? если ничего не изменилось абсолютно не приглашена была на эту передачу да, со мной не согласовывали это что мне там, я не знаю, заплатят за это да, либо я стану популярной после этого потому что дадут ссылку на мой канал и все остальное это просто вот случилось это был просто выпуск я думаю, многие люди даже не особо поняли что это был блогер я думаю, ту ссылку даже большая часть людей не заметила которая в интернете, допустим, может быть не так соображает может быть, ютюб не так часто смотрит может быть, в новостях как-то не особо разбирается где там какие ссылки дают на именно какие-то источники поэтому какая хрен популярность объясните мне, с чего вдруг вообще? я не понимаю мне это лично смешно слышать от людей, которые мне пишут подобные вопросы я не стану популярной и, кстати, да, может быть, станет популярной именно канал Полины, Лины которая из Ростова но не та, которая из Воронежа странно, вопросы повторяются считаю ли я себя знаменитой теперь? нет, конечно с чего вдруг вообще? ко мне в дверь не ломятся мне на почту не присылают кучу сообщений мы хотим с вами сотрудничать мы хотим вас видеть в своей передаче окститесь, божечки как я отношусь к тому, что своровали кусок моего ролика? да никак я не отношусь да, я уже говорила смешанные чувства по поводу вообще всего этого потому что меня увидели не только те люди которые на канале именно мы общаемся они подписаны а родственники некоторые увидели и, ну как бы они объяснений не потребовали но они очень рады за меня ну как объяснить людям что это было против моей воли просто это как бы я не звезда какой они меня считают теперь они думают что типа я согласовывала это все с первым каналом вот это ж первый канал и он меня решил показать о да это это же просто прорыв типа я такая вот там знаменитая, популярная но нет нет, нет, еще раз нет это так не работает понимаете как мне то что неправильно произнесли город я думаю, знаете тот кому поручили вообще заниматься сбором всей этой информации человек просто наверное в попыхах в последний момент это делал либо просто особо не заморачивался сделал знаете вот как у нас все работают да во всем мире вообще это не только Россия это и Украина и Америка многие так работают сделал полдела и считай как бы вроде бы как бы и ок и здесь то же самое человек сделал полдела и решил что блин ну а что там ну Ростов напишу короче как бы и все окей будет никто же проверять не будет эту хрень но честно когда я услышала мне это не понравилось у меня сразу такое понижение в настроении было потому что жалко что не узнают именно что это из Воронежа да мне бы хотелось вот услада для моих ушей была бы если бы я услышала в Воронеже да там из Воронежа почему не поверила сразу ну а почему я должна верить сразу я не пойму я знаменитость какая-то что меня будут показывать в новостях я даже никогда не думала что будут искать да там какие-то ролики и могут найти меня ну обычно люди таким образом троллят да типа ты такая суперзвезда блин ну а тебя там покажут в новостях скоро я откуда знаю троллят меня или нет как бы это в порядке вещей и тем более я недоверчивый человек я не верю прям беспрекословно с первого раза меня нужно убедить в чем-либо тот человек который первый вообще об этом обо всем написал и скинул мне потом в итоге ссылку конечно ему большое спасибо за ссылку но он там написал что он обиделся я не вижу смысла обижаться может быть обиделся на то что человек просто надеялся на то что мы поспорили и якобы он потом решит что он хочет ну за спор так сказать я не продаюсь я никакие услуги не предоставляю запомните это да спасибо вы подсказали сказали я очень благодарна это максимум что я могу дать вам я не буду платить ни деньгами ни натурой ни своим обильным вниманием потому что мы здесь с вами общаемся мы здесь не играем мы здесь живем есть ли у меня на первом знакомые нет конечно с чего бы вдруг я бы уже давным-давно стала тогда знаменитой если бы у меня были знакомые как бы это логично знала ли я об этом я так думаю имеется ввиду договоренности нет я не знала об этом я узнала только тогда когда мне на следующее утро куча людей написала одно и то же и соответственно я тогда поняла что ну наверное меня покажут действительно но я не могла все равно в любом случае понять почему почему именно мой ролик буду ли я требовать компенсацию многих заботит этот вопрос потому что нужно же быть сукой да нужно лезть в одно место нужно через суд добиваться понимаете мне это нахрен не нужно потому что я считаю это гнусно с чего бы вдруг мне подавать на них в суд требовать какую-то компенсацию за хрень очередную которую я сняла можно так сказать никто не смотрит мои ролики никому они не интересны моя вершина мне кажется и мой пик это вот попадание на первый канал это конечно сарказм но окститесь люди я как бы приземленный человек я не считаю себя звездой я не считаю что мои ролики охрененно какие-то важные блин я не считаю тем более это был влог это не какой-то ролик где я рассуждаю да на какую-то тему и именно оттуда взят кусок это просто влог и мне лично не обидно что взяли мой кусок ролика и мне не заплатили за это либо просто даже не спросили меня об этом мы все блогеры берем откуда-либо какую-то информацию пользуемся чужими источниками чужими даже темами для видео и мы чувствуем себя прекрасно мы никому не платим ни за что вы хотите чтобы все теперь работали так понимаете просто если каждый будет залупаться по поводу и без повода то youtube скоро превратится вообще в помойную яму потому что начнут иски друг другу каждый писать и требовать компенсацию за то что ты использовал его говеный какой-то кусок ролика в своем ролике ну я считаю это ненормально у меня горит пукан по этому поводу потому что множество людей мне написало о том что я должна просто должна понимаете обязана написать и потребовать компенсации да с каких кто я такая и кто первый канал я конечно себя не принижаю я себя не на помойке нашла но я соизмеряю я здравомыслящий человек и не нужно меня подначивать я не ведусь на провокации я не тот человек который ааааа и побежала делать все что мне сказали и я не вижу в этом проблему что взяли мой ролик использовали его это не проблема я должна вообще по сути быть то благодарной что меня показали да там родственники меня посмотрели а тут еще какие-то иски и я вам хочу рассказать такую тайну ютубовскую но я думаю на телевидении та же фигня как бы работает если ты указываешь источник то авторские права не нарушены по факту поэтому даже если бы я пошла подавать иски какие-то да там требовать компенсацию мне бы быстро заткнули рот вот и все я не только поэтому не хочу делать это все подавать иски и всякие компенсации просить я просто обычный нормальный человек где-то что-то какую-то лазейку нашли и все надо высосать оттуда блин до последней понимаете реально там вот кто-то написал что может быть они и взяли этот ролик только потому что посмотрели на моем канале только две тысячи как бы не особо знаменито и популярно никто не будет ничего там это самое она наверное даже не шарит в этом ни хрена ролик этот не смотрит никто канал не смотрит никто мы покажем кусок этого ролика никто даже не узнает откуда эта информация взят просто все просто поэтому ну давайте трезво оценивать да ситуацию трезво смотреть на вещи да я провела свое личное расследование такое мини расследование я просто вбила в поиски камеры в примерочных вышла куча просто роликов на танк sort of видишь ну uf cause ты славя а у Add как раз один из первых попался просто да и напишут дальше а он увидел, вот там первые два просмотрел, может не понравилось ему, и третий мой как раз таки, вот информация, вот она, может быть вот так вот, но на самом деле хрен его знает вообще, почему выбрали мой ролик, и это больше всего меня заботит, вот честно, мне вот интересно было бы узнать, но писать я никакие письма не буду, потому что я не звезда, еще раз говорю, и никогда ею не буду, я это знаю, я это вижу, да, по тому, как продвигается вообще мой канал, я в принципе довольна тому, что у меня есть, да, хотелось бы больше, но честно, смотря на то, что я уже сейчас даже не успеваю с двумя тысячами разобраться, я не хочу дальше, чтобы у меня набирались подписки, потому что я хочу вот эту вот горстку людей собрать, с которыми у нас совпадает интерес, с которыми у нас совпадает мировоззрение, мнение, чтобы, знаете, вот чисто был свой клуб, которым мы сидели, гомонели, за чашкой кофе, чая, я не знаю, вкусняшки какой-то, что-то расчувствовалась я, блин, задолбала ныть, короче, знаете, чтобы были такие вот свойские посиделки, но чтобы мы были не обязаны друг другу при этом, да, как меня пытаются многие из зрителей обозвать и принудить к тому, чтобы я там писала, отвечала каждый раз, чуть там, я не знаю, не ответила, всё, ой, всё, ты не отвечаешь, вот я там выложил фотки, показал тебе, а ты их не оцениваешь никак, потому что у меня времени нет, не думали просто об этом, может мне не до этого сейчас просто, а может быть мне не интересны ваши фотки, но никто не задумывался об этом, я же никого не заставляю, так, заходите, я выложила в инстаграме новые фотки, давайте заходите, какого фига вы сидите и до сих пор ещё не зашли, каждому вот написать, а ну быстро зашёл и посмотрел, и оценил, лайк поставил, да ещё и коммент написал, ну я же так не делаю, у нас свободная страна, свобода действий, хотите смотрите, хотите не смотрите, я уже толдычу 350 раз о том, что группа в ВК есть у меня, и она считается моей второй личной страницей, там нет ни модераторов, других людей тоже нет, ничего, никого нет, там тоже можно писать в личку, я не понимаю, почему люди не пользуются этим, я не добавляюсь вот в всякие группы, ну не добавляюсь, а можно в неё просто заходить периодически, взять в закладках у себя её сохранить и постоянно там принимать участие во всяких опросах, которые я всё время создаю, ну дело ваше, не хотите, пожалуйста, я же никого принудить не могу, ну вы потом сетуете на то, что я там не общительная, я не общаюсь, я не отвечаю, да вы не пишите просто, либо вы пишите туда, где я совсем не сижу, я не нахожусь, либо вы добавляетесь 350 раз в друзья на мою личную страницу, когда я уже сказала, что ну не нужно, что непонятного, я не знаю, в общем, зазвездилась я, да, причём уже давненько, короче, ладно, я на этом закончу выпуск, потому что у меня садится камера, я побежала заниматься своими делами, потому что у меня на сегодня ещё дохрена и больше их, а вам я желаю удачи и хватит, хватит мне писать о том, что я должна требовать компенсацию, давайте будем нормальными людьми, а не какими-то алчными суками. Я хочу всем пожелать всего наилучшего, хорошего настроения и будем дальше общаться с вами в следующих роликах и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok